237 лет назад, игнорируя условия Кучука-Наджирского мира, граф Григорий Потемкин начинает самовольно вмешиваться в дела чужого государства – Крымского ханства. 21 апреля 1777 года на ханство был избран Шагин Герай. Воспользовавшись сменой власти в Бахчисарай, Потемкин дает приказание окружить полуостров русскими кораблями с моря, запереть все порты и принуждает жителей полуострова, крымских татар, присягнуть на верность России. Свои действия он комментирует как прямое указание крымского хана Шагина Герая. К слову сказать, последний об этом ничего не знал. Все это делается для того, чтобы народ поддался на провокацию и поднял мятеж против своего хана. Как и следовало ожидать, мощное восстание вспыхнуло 2 октября 1777 года и было жестоко подавлено силой русского оружия. Мятеж стал поводом для того, чтобы ввести дополнительные войска в крымско-татарское государство. Пощады не было никому, только по официальным данным погибло более 12 тысяч мирных жителей. Как сообщает очевидец тех событий, караимский священник Азария, русские солдаты казнили не только крымско-татарских воинов, но и членов их семей. А тем временем агенты Потемкина настраивали крымско-татарское население полуострова против своего хана. И уже в 1780 году графу была послана делегация с требованием выбрать нового хана. Однако Потемкин возвратил посланников с пути и велел признать ханом Шагина Герая. Граф, несомненно, знал, что этими действиями он вливает последнюю каплю в чашу терпения крымских татар. Это отвечало его интересам. Ведь теперь можно было беспрепятственно удалить из Крыма Шагина Герая и тем самым обезглавить государство. Все произошло довольно быстро. Потемкин приказывает генерал-поручику графу де Бальмену усилить охрану границ крымского ханства. А уже в начале апреля 1783 года от имени императрицы предлагает Шагину Гераю оставить престол. Ни армии, на которую можно было опереть, за невозможности что-либо изменить в данной ситуации у крымского хана не было. Поэтому ему ничего не оставалось делать, как покинуть Бахчисарай. А в Петербурге так торопились с пересоединением новых земель, что не посчитали нужным потребовать от крымского хана официального отречения от престола. Официального отречения последнего крымского хана в природе не существует. Тем временем Екатерина с нетерпением ждет вести от своего фаворита и шлет письма, в которых настоятельно просит поскорее занять Крым. Потемкин не мешкал. Он писал, что привел к присяге все население крымского ханства. На самом деле никакой официальной присяги не было. Для вида под давлением русских штыков присягнули только несколько мурс, глав ногайских орд. А в целом народ никто во внимание не брал. Видимо, для крепостной России это было нормальным явлением. К апрелю 1783 года на полуостров были стянуты дополнительные российские войска. 8 апреля во всех городах и крупных населенных пунктах был зачитан манифест о присоединении Крыма к России. Кроме того, что не было официального отречения главы государства, жители ханства крымские татары отказывались приносить присягу. А следовательно, манифест не имел юридического основания и был принят незаконно, против воли коренного народа. Уже в 1784 году, чтобы усмирить местное население, граф приказывает уничтожить 30 тысяч крымских татар. Однако точное число жертв уже в мирное время неизвестно. После этого начался массовый исход крымских татар в Османскую империю. Субтитры создавал DimaTorzok